ребятки всем приветствую кавычная дмитро и мы продолжаем 20 теги точку вот дончик конченейшие требования в один ход тут все закончить которые естественно не выполним поэтому давай что-то изобретать колесу изобретать конечно же так сейчас мы вот образом попробуем зайти этих мы не сможем снять то что артиллерия не в качестве попробую сюда заехать о шикарно давай сюда 2 вот на этом наши с вами веселые приключения это и заканчивается потому что мы первым счетом ничего не сможем сделать там что-то ублюдков слишком много всяких интересных сидит так вот то есть мы на окружении просто не сможем проехать тут ветер оси в батальонах у меня ничего не имеется так наверно обстреляем то тут по максимуму отбросили все-таки маразоту капельку капелюшную вот осталось только вашингтон тяпнуть которую мы конечно не тяплю почему потому что догадайся с трех раз вот почему хотя может быть может быть если мы попробуем тащить артиллерии может быть и получится это конечно не точно но возможно то есть переехать надо броневичкам сюда броневичку по атаку на вражескую артиллерию какой и семеро потому что против пехоты мы реально ничего не сможем сделать мы отбросили пипец что золото что ли сейчас получу еще вот это конечно как атак может получиться ну давай я хз куда удобней идти надо в балтимор и давай пятеру давай скрестим пальчики поближе да ха-хаха-ха прошли за один ход но мы потеряли кого-то при атаке и не броневичок Ну и чёрт с ним, знаешь. Зато мы умудрились пройти за один ход. Вот это вот. Всего 100 очков заработали. Киношка. Отвратные новости, Алексей, тебе уже доложили? Да, Фёдор Иванович? Взрывы ядерных зарядов в Вашингтоне. Я не знаю, чему верить, даже предварительный рентг. Две трети сереброинтанковых сил по им. шмейной полиции на армии уничтожены. Американская столица нет, вся округа заражена радиацией. Мы отводим всех, кого можем. Это какое-то безумие. Как можно было в здравом уме решиться на такое? Уже есть первые фотографии из Вашингтона, Алексей Семенович. Сотни тысяч погибших, миллионы раненых. Это же как они сами себя. Из всех преступлений империалистов это самое страшное и самое бессмысленное. Мы принесли этим людям свободу. Она уже почти была у них в руках. Что толку сейчас сокрушатся, Арсениев? Я боялся, что эта война будет не такой, как предыдущая, но оказаться правым настолько. Самое главное в том, что правда за нами, товарищ маршал. Боюсь, многим уже нет дела до того, но чисто они правы. Создается мне, что в этой чертовой войне не будет победителей. Вот так вот. Так, эпилог. Взрыв от Наталья Вашингтон. Меняет расклад сил. Планы на завершение войны. Так, в ближайшее время рухнули. Так, это киношка? Или нет? А, нет, это не киношка. Это уже новая компания будет. Альтернатива за США. Кстати, Герои называется. Понятно. Сейчас мы, наверное, будем, как кажется, отступать, а потом какую-нибудь бяку в конце сделаем. И на этом компания закончится данная. Ну, посмотрим сейчас. Кино будет, нет? Сэр, только что получена радиограмма из Вашингтона. Кроме того, мы перехватили несколько радиограмм русских. Как что-то поберет, могу произойти? Мы знаем, что это случилось? Мытис. Вашингтону ничтожно, а вместе с ним и большая часть армии вторжения. Это был спланированный подруг ядерных зарядов. Спланированный кем? Центральным командованием? Такое решение далось очень тяжело, Мытис. Но вы и сами должны понимать, нового выбора не было. Правительство, архивы, а также большая часть гражданского седения были эвакуированы из Вашингтона. Простые парни защищали техасов ценой своей жизни не ради этого. А отчего после такого стоит их героизм? Это уже не та война, о которой мы порекли, сынок. Обстоятельства, это требует от нас действий, на которые раньше никто не решился. И это тоже своего рода героизм. Единожды, пронеся такую жертву, мы просто не имеем права проиграть. Мы победим, даже если нам придется принести эту жертву вновь. И в рейнгах спать смеется, но вот мы. Встретиться с Господом я рассчитываю лет через сорок. А вот смотря в глаза солдатам, мне придется до тех пор, пока не кончится эта чертова война. Мы готовы развернуть общее контурное наступление настолько широко, насколько это вообще сейчас возможно. Коммунисты не должны успеть перевести дух. Я думаю, мы успеем сходу отбить Даллас и Остин Церр. Но после этого подкрепление понадобится и нам, а я просто не знаю, откуда их брать. Оставьте эти заботы мне, Мэтис. Че, все? А че с ассистенткой? И, видимо, в отпуск ушло. Так, ну окей, операция свобода, это будет в следующем эпизоде. На этом пока все. С вами был Дмитрий Роу. Подписывайтесь на канал, делитесь в видео с этим видео. Всего доброго. Увидимся в продолжении. И помните, что все самое интересное еще впереди. Thank you guys. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!